Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о вьюрке. Итак, вьюрок по общему облику и полету похож на зябликов. У самца в весеннем наряде голова, спина, крылья и хвост черный, горло над хвостя полос на крыле и брюхо белые, грудь и широкая полоса на плечах оранжевые. Самки и молодые птицы окрашены скромнее. Краска клюва весной и летом серая, осенью желтоватая. Ноги у птиц серого цвета с острыми цепкими когатками. Вьюрок размером с воробья. Длина тела 13-18 см, размах крыльев 24-30 см. Птица весит 18-31 грамм. Обликом и поведением очень похож на зяблика, но менее подвижен и заметен. Даже в брачный период поет довольно редко, не так громко, как зяблик. Песня самца очень характерна, скрипучая трель, в сочетании с коротким щебетанием. Как зимой, так и во время пролета юрки встречаются иногда совместно с зябликами и зеленушками. Они держатся по стерне на убранных полях, залетают в сады и огороды, кормятся различной сорной растительностью, лакомятся рябиной. На ночевку улетают в лес, предпочитая снова березовые древостои. По земле двигаются ловко, быстрыми прыжками или шагами, часто приподнимают на голове небольшие хохолки. При посадке подергивают хвостом. Летом питаются насекомые в еще большей степени, чем зяблик. Сначала мкачевок переходит на растительный корм. На полях и лугах поедает семена трав, в лесах ягоды и очень любит буковые орешки. Верок полезен в лесном хозяйстве. Гнездится отдельными парами. Гнездо обычно устраивают на высоте около двух метров, у основания отходящих от стволов ветвей или в их развилках, на еле, березе и других деревьев. В отдельных случаях помещают гнездо в переплетениях ветвей двух соседних деревьев. Гнездовая постройка во многом сходна с таковой зяблика, но несколько массивней. Стенки ее толстые и плотные, состоят из сухих стеблей и соцветий злаков, зеленого мха, мочалы. Переплетенных нитями паутины, а снаружи кусочками лишайников, обрывками бересты и т.д. Лоток выслан перьями и шерстью. Диаметр гнезда 10-12 см, высота 7 см, глубина лотка 3,5-4 см. Полные кладки 5-6 яиц. Окраска их сильно варьируется от бледно-зеленоватого до оливкового и розового цветов. Вес яйца 2 грамма, длина 20-21 мм, диаметр 14-15 мм. От кладки яиц птица приступает в первой половине мая. Полные свежие кладки встречаются до середины этого месяца. В году, по-видимому, бывает только один выводок. В случае гибели первой кладки бывает повторное. Насиживают кладку в течение двух недель только самка. Вюрки расположены вдоль северной границы лесной растительности, от Мурманской до Камчатки. Но отдельные особи встречаются летом и южнее, например, в Тверской области и Татарстане, а в Сибири опускаются до Алтая и Забайкалья. Зимой же стая вюрков долетает до Южной Европы, Малой Азии, Кавказа, Казахстана и Китая. В средней полосе вюрки появляются дважды. Осенью во время своего неторопливого продвижения на юг и затем в начале весны, когда они стремительно возвращаются на летние дни зловия. Интересные факты об этой птичке. Юрок имеет несколько названий в разных регионах, такие как Юрок, Юр, Сарка, Деряба, Крикуша и т.д. Максимально зарегистрированный в Европе возраст составил 14 лет и 9 месяцев. Во время пролетов оперения птиц довольно различны, так весенний наряд у них заметно ярче осеннего. Юрки задорны, вспыльчивы, сварливы, хотя в сущности чрезвычайно общительны и забавны. Они могут быть агрессивны по отношению к другим птицам, если их содержать в одной клетке. Юрки очень пугливы и плохо приручаются. Еще в XIX веке в Западной Европе Юрков иногда ловили ради вкусного и несколько горьковатого мяса. Из всех Юрковых у него наблюдается наиболее выраженное перелетное поведение. Латинское название Юрка фреглина, антифреглина можно перевести как горный зяблик. В Европе, как полагают, разводят от 15 до 25 миллионов пар. Всего мировая популяция может быть оценена от 120 до 200 миллионов пар. Верок монотипический вид, подвидов не образует. Что интересно, английское название его брамблинг, то есть ежевичник. Видать, в Англии он жрет ежевику. Главное место среди беспозвоночных занимают жуки, особенно долгоносики. Также гусеницы бабочек, различные перепончатокрылые тли и пауки. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем. До новых встреч!